Что бы мы тут не говорили, Кадыров уже готовится к бегству, он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Не, я не согласен с тобой, Кадыров не может готовиться к бегству, ты что? Ты человек, который в одиночку разгонял по полторы тысячи человек. Отдельный комментарий заслуживает, наверное, высказывание Кадырова по этому поводу. Это, по-моему, 11 минут голосовой записи Кадырова. Мне это, знаете, напомнило само состояние Кадырова в этот момент, мне это напомнило состояние человека, когда ты, допустим, проехал очень долгий путь, километров тысячи лет. Ты был, в общем, около суток был в дороге, ты не спал, очень сильно устал, и вот ты приехал домой, и ты ничего не хочешь, тебе просто нужно очень быстро лечь спать и поспать. И ты ложишься на свою кровать, и последний какой-то голосовой запись тебе надо отправить перед тем, как твой мозг отключится. Либо тебе до этого написали, либо что-то ты должен отправить. И вот такое ощущение, что он в таком состоянии записывал это голосовое сообщение. Я насчет трезвости не буду рассуждать, может быть, это, конечно, нетрезвом состоянии, тоже можно в таком ритме разговаривать. Ну вот, я так как я в нетрезвом состоянии не бываю, но я бываю уставший, я знаю, как я разговариваю, когда уставший. Вот мне напомнило это обращение Кадырова, мне напомнило вот такое состояние. Он как будто бы, будучи очень уставшим, записал вот эту несуразную какую-то непонятную речь, из которой, если вот ее резюмировать, если бы мне кто-то сказал, вот Кадыров, значит, высказывался, послушай, пожалуйста, 11 минут, и ты можешь вот просто резюме вынести, то вот его какие-то тезисы, это был бы такой суммур и такой бред. Все вроде бы нормально, все идет по плану, города какие-то там, балакляя, я даже не знаю, что это за города, но то, что мы их отдали, это хорошо, ситуация хорошая, она вообще офигенная, но если Министерство обороны будет что-то там дальше так делать, я этот вопрос там где-то подниму. Короче, полный бред, видимо, он вот записал эти 11 минут, как я предполагаю, он, наверное, так раз и отрубился после этого. Но по идее, когда человек что-то такое делает, в таком состоянии записывает какое-то аудио, потом, когда просыпается, прослушивает себя, он обычно думает, что я там нес, и удаляет. Но Кадыров не удалил, видимо, он решил, что это какая-то убедительная речь, что он как-то грамотно высказал свои мысли. Было бы неплохо, Кадыров, если бы ты перед тем, как записывать какие-то речи, отдыхал. Я так-то знаю, ты человек талантливый, ты очень хорошо умеешь выражать свои мысли, ты искусный оратор, поэтому слышать от тебя такое было крайне удивительно и непривычно. Я тебе предлагаю удалить эту 11-минутную запись, там можно удалить у всех сделать, и она вообще пропадет как-то. Даже если кто-то сохранил где-то, тоже пропадет волшебным образом. Значит, сделай вот так, удалите у всех, и после этого грамотно, как ты обычно это делаешь, запиши свой комментарий. Саламу алейкум, Томсо. Что бы мы тут ни говорили, Кадыров уже готовится к бегству, он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Не, я не согласен с тобой, Кадыров не может готовиться к бегству, ты что? Ты человек, который в одиночку разгонял по полторы тысячи человек. Это мастер спорта по боксу, он же кандидат экономических наук, он же заслуженный строитель, по-моему, хранитель Корана, служитель ислама, защитник сунны и мусульман, он же академик, он же генерал-майор, или уже генерал-лейтенант, я забыл уже, какие у него должности, он же герой России. Куда бы этот человек ни втыкался, он везде брал самые высокие награды, чины. Он в одиночку задушил удава, обезвредил крокодила, это я сам лично видел в видео, вы можете загуглить. Поэтому навряд ли такой человек будет бежать, просто нереально. Смотрел фильм про обезьян, где одна обезьяна кричала, обезьяны вместе сила. И почему-то я вспомнил, как кричат Ахмад сила. Я не пойму, Дарвин право касался, раз обезьяны эволюционировали в какой раз. Субханаллах, какие же вы лицемеры путинские херои. Она бывшая говорила, зачем это так, прям обидно как-то ты говоришь. Ну просто, может они так ошиблись, может такой политический ход просто был, не надо их так сразу. Будь немножко мягче, снисходите. Само об Томзо только что читал новости. ФСБ запросило в пятерочке списки всех, кто брал изюм. Это опасно, опасно. Томзо, брат, упомяни, пожалуйста, в каждом эфире про Зарема Мусаеву, которую похитил кафиров. И держит плену, показывая свое истинное лицо его нутром. Не давай, пожалуйста, забыть обществу про это. Да, Зарема Мусаева, я слышу за этой, конечно же, этой историей. Они продлевают арест. Ну просто держат женщину в заложниках. В принципе, ничего нового, конечно, для Кадыжевской Чечни. Когда Даудов говорил с тобой по телефону и говорил, что даст тебе полную безопасность Чечне, говорил ли он правду? Он так убедительно это говорил. Слушай, но он также убедительно говорил на этих похоронах, что он бы никогда не призывал бы людей ехать на войну, сам сидя в безопасности. Он бы никогда не отправил своих детей учиться в Кембридж, а чужих детей воевать, погибать на войне. Ну, как видишь, отправляет чужих детей, отправляет воевать, своих не отправляет. Сам не едет воевать, а других призывает. Поэтому сам решай, как бы доверять, стоит ли вообще ему верить. Салам Тумсо пытался разобраться в Чеченской войне. Сложно. Я правильно понимаю, что изначально все боролись за свободу, но отдельные маргиналы были, как и везде, кто начал похищать людей и так далее. Эти вещи, их не нужно вообще как-то совмещать. Борьба народа за свою свободу и присутствие потом у этого народа, или до и после у этого народа каких-то криминальных элементов. Эти вещи взаимонесвязаны абсолютно. Это, как сказать так, значит, Франция, понятно, изначально они, значит, провели французскую революцию, а потом вот у них наркоторговля пошла по улицам Парижа. Ну, при чем здесь это? Ну, да, есть у них там криминал, но это же не значит, что теперь французская революция, взятие Бастилии, теперь это, значит, было зря. Ну, это просто как вещи абсолютно взаимонесвязаны. То, что кто-то там решил подорвать своих спящих жителей, сделать из этого, повесить это на чеченцев, сделать из этого причину и начать у нас войну, чтобы не дать нам свободы, чтобы мы не имели собственной государственности, оккупировал нас. Это никак не связано с нашей внутренней криминальной обстановкой. Мы, будучи свободным государством, конечно, у нас будет и какая-то криминальная обстановка, и мы должны будем с ней бороться. Тем более, в первые годы везде бывает преступность. Государство должно с этим как-то справиться. Это процессы, через которые проходят вообще все. Но как-то связывать это со свободой не нужно. Что ты можешь рассказать о событиях теракта? Куда ты делся? О событиях теракта в Бостоне. Во время марафона, в котором был причастен, он это берет в кавычки, теракта причастен Царнаев. Я не верю, что он в этом виноват. Я подробности об этом рассказать не могу, кроме того, что известно во всем мире, из того, что было уже опубликовано миллион раз всякие и официальные, и независимые всякие расследования. Понятно, что есть, конечно, какие-то версии, каких-то всеобщих заговоров и так далее. Но я думаю, что виновники и произошедшее там, на самом деле, вполне очевидно. Так что я не сторонник вот этих вот тем, что там все ФБР, там все ЦРУ, нам на самом деле ни в чем не виноваты. Я как раз в это не верю. Помните, как арестовали сестру Кадырова в Хасавьюрсе в 2005 году? Ну, не арестовали, а там какой-то инцидент с ней связанный был. Я помню, тогда толпами эти Кадыровцы поехали, там что-то окружили этот ВВД. И, в общем, какие-то разборки у меня там были. Субтитры создавал DimaTorzok